В тумане 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 Об этом поговорим с моим следующим гостем. У нас в гостях сегодня практически психолог. Старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Франциска Скарына Степан Александрович Станебула. Давайте встречать его аплодисментами. Проходите, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Александрович. Степан, вот вам вопрос как психологу. Так за что же народ любит кроссворды? Кроссворды позволяют развивать такие моменты, как любопытство, фантазию. Заставляют человека, на самом деле, изменять его мыслительный план. Как говорят диетологи, я это то, что я кушаю. А психологи говорят, я это так, как я мыслю. Вот как раз таки кроссворды позволяют очень сильно наш, скажем так, мыслительный пласт психологический приводить в порядок. Ну хорошо, а каким образом это работает? Есть же те, кто любят кроссворды, есть те, кто не любят. Но те, кто любят их большинство. Как кроссворд может повлиять на психологическое сознание человека? Ну в большинстве кроссвордов, понимаете, включаются вот эти мыслительные процессы. Человек начинает думать. Одна мысль, вторая. Ему это становится любопытно. Он там лезет раньше в энциклопедии, сейчас в интернет. Он понимает, что вот начинает чувствовать все это многообразие мира, каких-то событий происходящих. Он понимает, что вот есть еще столько таких в мире моментов, которые он еще не знает. Ему от этого становится действительно жить интереснее. Скажите, как часто вы сами разгадываете кроссворд? Я сейчас не разгадываю их вообще. Почему? Потому что у меня нет времени, Александр. Я как бы занятой человек. Но я вот помню свой период в жизни, когда мне было лет 10-11, я очень увлекался этим. Вот у меня просто лежала такая здоровенная вот эта советская энциклопедия. И я просто от этого получал безумное удовольствие. И многие мои жизненные увлечения, такие, например, как увлечение мифами Древней Греции, мифологией различной, культурой, они вот именно оттуда. Можно ли сказать, что кроссворд или интеллектуальные тренировки могут также являться своеобразным релаксом? Я бы сказал больше. Это мыслительные тренировки и вообще мыслительная сфера, она отвечает вообще за качество жизни нашей. И чем больше, ярче, красивее мы мыслим, тем лучше, качественнее и продуктивнее наша жизнь. Вы знаете, я предлагаю сделать вот что. Так как у нас в гостях сегодня есть и составитель кроссвордов, и те, кто любит их разгадывать. А давайте-ка прямо этим вечером составим кроссворд в студии нашей замечательной программы. Любовь Евгеньевна, мы можем это сделать? Конечно. Ваши аплодисменты, друзья. А пока что перед тем, как вы начнете колдовать и составлять кроссворд, несколько слов о том, что же это будет за кроссворд. Есть какая-то определенная тема или... Ну, конечно же, нельзя обойти тему Нового года, ведь он уже близко, стучит к нам в двери. Поэтому и нам будет приятно вспомнить о том, что праздники близко. Ну и, естественно, будет интересно разгадывать. Итак, друзья, сегодня в студии мы не только поздравляем кроссворд с днем рождения, но и говорим о пользе интеллектуальных игр. И совсем скоро, уже после рекламы, я думаю, мы приступим к разгадыванию сканворда, который родится в студии. Доброго вечера, не переключайтесь. Я приветствую всех, кто смотрит программу Добрый вечер. Сегодня 21 декабря, замечательный праздник, день рождения кроссворда. И что я вам хочу, друзья, сказать. Прямо у нас здесь в студии, доброго вечера, составлен уникальный кроссворд, произошел уникальный случай. Любовь Евгеньевна, ну, судя по картинкам, я уже понимаю, что новогодняя тематика. Конечно. А есть ли какие-то основные правила и секреты, с чего же начинается составление этого интеллектуального квеста, можно так назвать? Все верно. Начинается, конечно, составление сетки. Я лично, у меня сканворды рождаются в голове. Я начинаю, но для этого мне нужна, конечно же, сетка. В зависимости от того, если это, конечно, новогодний праздник. Сканворды – это ассоциации. Если кроссворды – это четкие определения, то здесь это те ассоциации, которые у нас рождаются при виде на картинку или читая определения. Вот, например, с Новым годом ассоциации какие? Снегурочка обязательно. Снегурочка, Дед Мороз, новогодняя елка, ну и символ будущего года – год собаки. Все верно. Все верно, поэтому уже отсюда это, во-первых, с картинками разгадывать гораздо интереснее и привлекает к себе внимание. Поэтому, а все остальное уже здесь процесс творчества, потому что если у нас здесь идет буква «С», она уже, скажем так, собаку быстро разгадают, то здесь уже приходится прилагать какие-то слова. Вот совсем скоро, я думаю, что мы в режиме нашего эфира разгадаем полностью этот сканворд. А сколько времени обычно уходит для того, чтобы составить? От 30 минут до 3 часов. Да ладно. В зависимости от того, наверное, и от настроения, и от времени. И от вдохновения. И от вдохновения, естественно. Но очень многие сканворды я мысленно прорабатываю задолго до этого. Потому что впереди я знаю, какие праздники, я знаю, какие темы будут, я знаю, какие. Поэтому мне очень интересно новые слова открывать для людей. Мне очень интересно, я часто использую в своих сканвордах русские народные пословицы, какие-то строчки из песен, какие-то… Стараюсь как можно больше познавательнее сделать. Не просто как-то вот слова. Меня как-то спросили, почему я делаю иногда тяжелые. Видит Бога, они рождаются сами. А тяжелее или легче… Редакции дают задания или полностью полагаются на ваш вкус? Ну, конечно же, я прислушиваюсь мнению редакции, но все творчество, что будет у меня в сканворде, я, конечно же, это лежит ответственность на мне как составителе сканвордов. Друзья, поддержите нас аплодисментами, потому что сейчас мы будем коллективно. Я, наши прекрасные артисты из театра «Жартовница» Степан Александрович, готовы приступить к этому интеллектуальному бою. Давайте же, с чего начнем? Наверное, начнем с затейника на новогоднем корпоративе. Если бы был другой случай, я бы, наверное, сказал, что это «Тамада». Очень, кстати, тоже неплохой вариант, потому что «Тамаду» приглашают, но есть еще кто-то. Итак, друзья, какие есть у кого-то версии, варианты? Слово «из» восьми букв. Четвертая буква «С». Ну, «Масовик», но там требуется зайти. Все верно, все верно. Первый аплодисменты заслуживаю я. И мы переступаем дальше к разгадыванию нашего сканворда. Видите, как это увлекательно. Следующее слово какое у нас? Место, где... Место? Я немножко, мне не хватило места. Место для елочки, даже больше, где родилась елочка. Лес. Ну, совершенно верно. В лесу родилась елочка. Ваши аплодисменты. Бывают ли кроссворды на заказ? Вы знаете, ну, иногда был, например, день письменности. Нужно было на белорусской мове. Поэтому мы поговорили с главным редактором. Возможно ли это составить на белорусском языке, дню письменности? Да. Вы справились с этим заданием. Ну, а мы давайте перейдем к следующему слову. Американский Дед Мороз. Санта-Клаус. Санта-Клаус, конечно, ваши аплодисменты. Вот скажите, в кроссвордах за 15 лет, вот что вы составляете, вам подвластны все темы, или есть еще какие-то, скажем так, то, что вы никогда не затрагивали? Мне даже, я бы не сказала темы, а разновидность кроссворда. Мне очень интересно новое, познавать новое. Даже если я его ни разу не делала. Я обязательно изучу, обязательно сделаю. Это служит ваших аплодисментов. Ну, и давайте перейдем к следующему слову. Всем нам известна сказка Морозка. Но не все знают, кто режиссер этой сказки. Режиссер. Итак, кто же режиссер? Три буквы. Правильно. Ваши аплодисменты. И осталось у нас совсем немного слов, которые нужно разгадать. Но есть тут и некоторые сложные, конечно. Задание со звездочкой. Да. Вы знаете, французское шампанское есть в провинции во Франции. Которое, где делают шампанское не только, скажем так, у нас в Минске, но и во Франции. На А. Подсказка есть. Не хватает одной буквы. АИ. Все верно. Ваши аплодисменты. Муж Патрикеевны, конечно, здесь уже есть подсказка. Две буквы, естественно. АПЛОДИСМЕНТЫ И остается совсем мало клеточек пустых в нашем сканворде. Светская вечеринка. Раут. Раут. Все верно. Вот здесь немножко сложнее. Житель Лапландии. Первая буква С. Нет. А. Все верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Торжествующий крик. Ура. Ура. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и последнее задание. Новогодняя комедия. Их не так уж много у нас в комедии. Это русский фильм. Русский. Последняя буква З. Третья буква А. Всего в слове 7. Подсказка маленькая. Там главную роль играет Маша Голубкина. Маша Голубкина. Это правильнее. Так, зрители в зале, прошу вашей помощи. Что же это за фильм? Как он называется? Его показывают обычно в новогодние дни. Да. А его показывают в новогодние дни. Француз называется этот фильм. Итак, друзья, мы разгадали полностью кроссворд. Огромное спасибо и вам, уважаемые зрители, и вам, гости, в студии нашего Доброго Вечера, за то, что коллективно мы разгадали этот кроссворд. Вам, конечно, спасибо за этот эксклюзив, который вы представили сегодня у нас в студии. Расскажите, что у вас в руках. Это уже компьютерный вариант этого сканворда, который, потому что я его творила накануне нашей передачи, по крайней мере. Была вот такая задумка показать вам уже в готовом виде. То есть это будет еще и в газете, или все-таки мы разгадали это самое первое? Нет, вы, это лично для вас, скажем так, для наших зрителей. Для программы спасибо огромное. А немного, гомельской правде будет чуточку-чуточку другой. Тоже уже задумка есть. Спасибо вам большое. Будем ждать на предновогодний выпуск газеты. Так что спешите в киоске ее приобрести. Кроссворды завоевали небывалую популярность. И это неудивительно. Ведь это не только прекрасный способ всегда быть в тонусе, но и пополнить багаж своих знаний. А вот часто ли разгадывают кроссворды участники интеллектуальных команд? Об этом и не только расскажет мой следующий гость, который появится в этой студии сразу после рекламы. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok и об интеллектуальных играх в целом поговорим с моим следующим гостем. Я с огромной радостью и, конечно же, под ваши бурные аплодисменты спешу пригласить в эту студию руководителя клуба интеллектуальных игр «Белая рысь» Леонид Аклимовича. Леонид Валентинович, здравствуйте. Рад вас видеть. Проходите, присаживайтесь. Сегодня день рождения кроссворда. Вот я всем гостям задаю первый вопрос. Часто ли вы сами разгадываете кроссворды? Бывало. То есть случалось? У меня был любимый кроссворд, классический в науке и жизни, если вы еще помните, такой журнал. Кроссворд с картинками. Вот очень классная вещь. Вот то, что... И плюс задание там, как говорите, со звездочкой. Так что вот бывало, случалось. Сейчас тоже к Степану некогда особенно. Часто ли кроссворды попадаются, которые могут даже у вас вызвать какие-то затруднения? Естественно, я же тоже человек, я же не знаю всего. То есть я про АИ знаю, я послал тебе розу в бокале золотого, как небо АИ. А вот про кино «Француз» уже как-то это больше новое поколение в курсе. Я все застрял в иронии судьбы и карнавальные ночи. То есть все так вот по-новогоднему. Да. Если немного отойти уже от новогодних дел, оставить только тему кроссворда, вот при подготовке к очередным играм. Что, скажем так, для интеллектуалов, для вас в частности, для вашей команды является, ну скажем так, тренировочной базой? Это штудирование энциклопедии или все-таки кроссворды тоже? Это огромная тема, это огромная тема. Тут можно рассказывать часами. Каждый готовится к трекмундии. Вот, естественно, энциклопедию уже никто не штудирует, потому что, ну что называется, догоняешь и не нацелуешься. Вот, то, что в запасе знаний есть, что в мозгах заряжено, ну его можно дополнить. Ну а обычно идет обычная тренировка. Я просто думаю, что для большинства наших, особенно топовых команд, топ-100, вот рейтинга кроссворд, это уже, в принципе... Семечки. Да, это семечки, вот вы очень хорошо сказали. Им подавай такие вещи, которые, в принципе, не знает никто. И сейчас вообще вопросы высокого уровня, вот на чемпионатах мира, на больших стороне расстроятся так, что вот идешь, 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 крутишь, 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 и упираешься в какой-то факт, в какой-то план, который ты, ну просто вот не знаешь. Если ты его не знаешь, этот вопрос не возьмешь. То есть нужна какая-то суперэрудиция, вот как своя игра за 1500. Бам, ты сидишь, чувствуешь себя полностью идиотом, ну а товарищи получают большое удовольствие, потому что у них эрудиция гигантская, и, что называется, память больше, чем у ноутбука. Кто сегодня идет играть в интеллектуальные игры? Часто ли получается так, что человек сначала разгадывал кроссворды, разгадывал, разгадывал, потом решил, скажем так, пополнить ваши... Ну вот это, скажем так, было в 90-е годы, да, разгадывал, разгадывал, потом решил прийти. Сейчас это строится немножко по-другому, сейчас, к сожалению, очень большой разрыв между командами, которые играют серьезное, спортивное, что бы никогда, и командами, которые играют, что называется, в любительский спорт. А вот для таких команд существуют паб-квизы, вот наш клуб, мы не задираем планку, то есть мы, главное, чтобы людям было хорошо и весело. Ну а те, кто уже хочет получить медали в международных турнирах, в республике, хочет поехать на пищу от мира, вот у тех, естественно, другие приоритеты и другая степень подготовленности. Вот хочу открыть небольшой секрет, что наши прекрасные артисты из театра Жартовница также не против поучаствовать в интеллектуальных соревнованиях, и если я не ошибаюсь, то у Леонида Валентиновича вы также проявляли свои знания, свой багаж знаний. Расскажите, как это было? Я не проявляла. Его приглашала, когда была наместником директора, на Белорусском, и пошла разговаривать. Заместителем директора по воспитательной работе, так я его приглашала когда-то, но это было еще в 90-х годах, у нас школа в 11-й, вы там создавали команды и проводили игру, а сама я в него не участвовала. Мои дети ходили к нему и участвовали. Сейчас в 11-й и до 4-й школе работают наши ученики, вот как раз из тех самых команд, которые мы досоздавали, сейчас они сами уже тренеры. И занимают хорошие места наши дети. С вашей легкой руке. Этим вечером, этим добрым вечером перед Новогодием есть возможность исправить ситуацию, Леонид Валентинович. Все-таки я пригласил вас не только поговорить и об интеллектуальных играх, и о какое же место в вашей жизни занимают кроссворды, а давайте сейчас, в этим добрым вечером, внедрим немножко программы, которую вы также ведете в этой студии, Рудит Пятерка. Не против? Да, ради бога, опять работать. Друзья, поддержим аплодисментами и потенциальных участников, и Леонида Климовича. Что нам для этого необходимо? Расскажите. Как обычно, нам нужен рояль в кустах, вот у меня за спиной, вот уже на нем появляются логотипчики нашей передачи. Флешка у меня в кармане, но будем считать, что она уже там. Так, кто у нас участник? Нужны две команды. Ну, можно две команды, да, можно, в принципе, давайте, без команд, без соревнований, вот каждый, пускай почувствует себя умным. Итак, внимание, мы играем сейчас... Можно я тоже буду играть? Да, ради бога. Хорошо. А, тогда Лупиненко против всех. Один против зала. Итак, внимание, один из кусочков нашей Рудит Пятерки, который в следующем году, кстати, будет 10 лет, вот, вернее, 10 сезон пойдет. Итак, внимание, маленький кусочек, наша замечательная слайд-игра. Игра с картинками, ну и для очень умных людей, там, чтобы не ошиблись, там буковка есть такая, то есть ответ начинается именно с этой буковки. Так, указки со мной сегодня нет, но вот попробуем, вот, чтобы руку занять. Ну, чтобы было привычнее и мне, и, собственно, студии, вот я занимаю свое место возле экрана, беру свою волшебную палочку. Я так понимаю, что главная действующая часть у нас будет наша. Да, естественно, так что, внимание на экран. Итак, внимание, по очереди будем разбираться за слайдами. Первый слайд для Александра, прошу. Тема «Знаменитые или великие люди», прошу. Ну, так как здесь буква «А», я бы мог сказать, что это Александр. Нет, не совсем, но прошу. Аристотель. Аристотель, разумеется, плюс очко. Прекаетно. Играем с командой против всех, прошу, следующий слайд. Вот, обратите внимание, вот тут еще подсказочка такая. Тут еще вот и собачка такая выглядывает. А это какой-то святой. Как же зовут этого святого? А собачка-то хорошая. Собачка людей спасает в Альпах. Ну-ка. Ну, как собачка называется? Итак, ладно, против всех. Святой Бернар, по-моему. Отличная собака Сен-Бернар, это Святой Бернар. 1-1, великолепно. Играем дальше, следующее слайд для Александра, прошу. Как зовут этого знаменитого врача? Вот вторая подсказка. Знаменитый врач, но у Сы была первая подсказка. Вишневский. Да, естественно, особенно тут написано «Леймен бальзамический» по Вишневскому. Конечно. Внимание, мы тоже воспитываем. 2-1, играем с командой против всех. Прошу. Гоголь. Гоголь, разумеется. Разумеется, Любовь. Прекрасно, счет равный 2-2. Александр, для вас слайд. Так, для меня опять задание со звездочкой. Да, прошу. Вот нужно назвать фамилию этого англичанина. Вот подсказочка. Судя по всему, это та особенность, которая присуща, как утверждают врачи, мужчинам, нежели женщинам. Те, кто не разбирают цвета, называются дальтоники. Это Джон Дальтон? Да, Джон Дальтон. Вот так видят цвета нормальные люди, вот так видят цвета дальтоники. Это знаменитый Джон Дальтон, который, собственно, болезнь и описал. Браво. Итак, 3-2. Играем дальше. Прошу, команда против всех. Вот мужик в кольчуге и знаменитейший ледокол. Буква Е. О! Ермак. Ермак, конечно, Ермак, Тимофеевич. Покоритель Сибири и ледокол Ермак. Счет равный. Александр Граин, дальше. Прошу. Ох, это вы кого мне сейчас? А вот любого. У них фамилия-то одинаковая. Жуков. Да, и Ванька Жуков, который писал на деревне. Дедушки Константин Макарычу и Георгий Константинович еще без больших слов. Звезд в петлицах. Отлично. 4-3. Команда, вроде всех. Играем. Да, фамилия мужика. Вот вам сложнее задать. Да, вот еще такой постер. Это что-то связано с парфюмерией. Да, да, да. Ну, 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 а мужик на букву З? Это, я так понимаю, нужно назвать фамилию парфюмеры? Нет, нужно назвать фамилию вот этого мужика, который изображен. Ну? А, 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 ну неужели, зрители? Может быть, и зрители кто-то знает, кто же у нас сейчас представлен. Я знаю режиссера этого фильма. А, режиссер, к сожалению. А вот это тот самый человек, который, собственно, и написал парфюмера. Фамилия, ну, фамилия его Юскин. Ну, простой народ говорит Юскин, но я бы тоже защищал. К сожалению, очко не разыгранное. Александр Граймс с вами, прошу вас. Ну, тут совсем просто. Иван. Какой? Грозный. Грозный. Грозовой. Грозный. Ну, есть легенда, что не потому его назвали Грозным, что он так всех сажал на кол и бросал медведям, а просто в день его рождения была гроза большая в Москве. Вот такая есть информация. Хорошо, играем с вами. Следующий слайд. Кеннеди. Да, это Кеннеди, а вот Ли Харви Освальд, который в него уже цельится. И вот-вот замочит. Ну, вот и, собственно, все. Всего одну очко проиграла команда. Против всех, естественно, Александр, хозяин студии, не мог проиграть, разумеется. Я предлагаю сделать следующим образом. Давайте сегодня у нас победит дружба. Нет, так не бывает. Я очень этого не люблю. Тем более дружба это еще и бензопила и сырок. Так что тут много значений. Итак, сегодня у нас в нашей грибе лежит Александр Глубиненко. Спасибо вам большое за эту импровизацию, за это украшение сегодняшнего нашего вечера. Я думаю, что все не только получили удовольствие, но и, скажем так, размяли немного мозг. Ну, а если серьезно, вот на каком уровне сегодня гомельские интеллектуалы? Много ли у нас в городе, в области... Более полутора десятков клубов и тренерских площадок. Это Мозырь, Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Довск, господи, Ветка. Множество людей, которые занимаются этим в гомель. Это частью наши ученики, частью люди, пришедшие к этому сами. Вот, да все нормально. Дело в том, что, ведь понимаете, наша цель, ну как наша цель, это не то, чтобы там дети выросли хмурыми ботаниками, которые уткнулись в планшет или в смартфон или в компьютер, в социальные сети. Вот, нужно немножко дергать детей, потому что ведь первая заповедь нашего клуба, нам не нужны умные, нам нужны сообразительные. Как это я обычно объясняю, какая разница? Да вот такая, подходят к запертой двери двое. Один из них Анатолий Вассерман, компьютер на танке, а другой вот обычный человек. И нужно открыть дверь. Вассерман начинает рассказывать, какие бывают двери, какие бывают взломщики, как это самое, можно фомкой, можно отмычкой. А простой человек, он поднимает коврик, достает ключик, открывает дверь и заходит. Вот разница между огромными знаниями и умением применить какие-то навыки в простой, реальной, бытовой, может быть, даже ситуации. И те вопросы, которые не требуют какого-то суперзнания, которые требуют сообразительности, логики командной игры. Ну, ради бога, вот это самое главное. А еще самое главное, чтобы люди получали от игр, как и от кроссвордов, как и от, господи, любой другой игровой деятельности. Вот, а, кстати, определение игры – это занятие, суть которого состоит не в результате, а в процессе. Вот, пожалуйста, удовольствие от процесса самое главное. Играйте. И, кстати, вот, ныне покойный Яков Моисеевич Подольный, великолепный, мудрый человек, игрок, врач-психиатр говорил, господа, играйте в интеллектуальные игры, это весьма способствует вашему психическому здоровью. Играйте. Друзья, ваши аплодисменты. Вы знаете, ну, вот какая удивительная вещь происходит. Первый кроссворд, который появился на страницах газет чуть больше ста лет назад. Потом уже появились и судоку, который, если я не ошибаюсь, с восточной стороны к нам пришли, кроссворд. Нет, это японцы сперли у одного из европейцев. Это я точно знаю. То есть все-таки это наше. Да. Ну, не наше, но не наше европейское, по крайней мере. Европейский. Но немножко не о том вопрос. Вот первый кроссворд появился больше ста лет назад, потом шла за эти сто лет трансформация. Вот на ваш взгляд, а каким же будет кроссворд, или, может быть, это приобретет другое название, в третьем тысячелетии? О, Господи, я не пророк, но если бы я это знал, ой, ребят, представляете, какие у меня были тугие карманы лет через 10. Я бы сам это создал. Нет, дело в том, что сейчас ведь статичные кроссворды, статичные какие-то игры, они ведь, вот не дадут соврать мне наша пресса замечательная, они ведь немножко отходят в сторону. Потому что сегодня утром совершенно случайно я нажал на кнопочку, и мне высыпалось море разнообразных интеллектуальных игр. И со словами, и ходилки, и бродилки, и стрелялки, ну, тоже интеллектуальные. Оказывается, вот, скорее всего, скорее всего, кроссворд, или вот схожая забава, приобретет компьютерные черты. Сейчас онлайн кроссворды и так далее, и так далее. Это будет, но от этого никуда не деться. Что же делать? Будем играть в это? Уверен, что в завершении этого года, наверное, уже каждый продумал какие-то свои планы, что у кого реализовалось, что у кого свершилось. Но все-таки год завершается, и я думаю, что сейчас в эти волшебные дни самое время поделиться какими-то своими планами. Что же ждет у каждого из нас в будущем году, Леонид Валентинович? Какие-то новые вершины? Нет, я бы к людям хотел обратиться. Ребят, в Новый год вам говорят, что придет собака. Ничего подобного. Никуда она не придет. Она будет сидеть тихо и не гавкать до середины февраля. Не обижайте петуха. Поднимите за него рюмочку обязательно. Пока еще год петуха будет длиться до февраля. Вот правильно встречайте Новый год. Не обижайтесь. Степан Александрович, в преддверии Нового года, что вы бы сказали всем, кто нас сейчас смотрит? Я бы пожелал людям, на самом деле, пользоваться своим умом и почаще его тренировать. Потому что ум, интеллект, способность как-то оперировать знаниями действительно может продлить вам жизнь. И открыть для вас какие-то новые моменты, которые покажут вам, что жизнь такая сладкая, такая приятная и хорошая. И жить, что жить, это просто прекрасно. Эти аплодисменты вам. В начале программы вы обмолвились, что есть у вас мечта покорить какой-то новый кроссворд. Может быть сейчас стоит это озвучить в канун Нового года и в этой волшебной студии. Вы знаете, поскольку я люблю свою работу, если нужно будет что-то изобрести, какой-то новый кроссворд, я его обязательно изобрету. Ждать его на страницах вашей газеты. Конечно. Эти аплодисменты вам обязательно исполнятся. Мои дорогие артисты, вы каждый год и неоднократно на протяжении года удивляете нас, зрителей и создателей программы «Добрый вечер, Гумель» в этой студии. Расскажите, что же, какие планы, какие новые шоу ждать от жертвовниц и от всего комплекса ваших коллективов в будущем году? Ну, у нас вот совершенно недавно прошел отчетный концерт, если можно так сказать, в ГЦК. И все присутствующие в зале были очень довольны этим, очень много хороших отзывов. Поэтому нас это больше еще вдохновило. И мы, хоть так мы много принимаем участия во всех фестивалях, мероприятиях, которые проходят, куда нас приглашают. Ну, сейчас еще больше у нас руководитель принесла новая песня, мы еще больше будем заниматься. И, конечно, верю, что у нас будут успехи новые. Эти аплодисменты вам. Мне же остается поблагодарить всех гостей за участие в программе. В преддверии прекрасной рождественской поры мы узнали тайну кроссвордов. Ну, завтра, друзья, будет новый вечер, и, безусловно, он будет добрым. Ну, а этот вечер, конечно, мы завершаем прекрасной песней в исполнении артистов театра юмористической шуточной песни «Жартовница». Ваши аплодисменты. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Для их казанцу старенький, Тебе не сделает ничего. Для их казанцу старенький, Тебе не сделает ничего. Да ты не бойся, девчина, Да ты не слухай, не слухай, Ни бога, дай нас лжо старенький, Тебе не сделает ничего. Да ты не бойся, девчина, Да ты не слухай, не слухай, Ни бога, дай их казанцу старенький, Тебе не сделает ничего.